Здравствуйте, дорогие телезрители! Рад приветствовать вас в новом выпуске передачи «Альмаматор. Оставьте автограф». И сегодня я ваш ведущий Мухин Владимир, студент 4-го курса Института международных отношений, истории и востоковедения. Сегодня у нас в гостях второй секретарь Министерства иностранных дел Российской Федерации, заместитель председателя Совета молодых дипломатов, руководитель клуба наставников Совета молодых дипломатов, преподаватель дипломатической академии Министерства иностранных дел Российской Федерации, кандидат политических наук Рамадан Лилия Игоревна. Здравствуйте, Лилия Игоревна. Рад приветствовать вас в нашей студии. Здравствуйте. Наш проект представляет из себя своеобразное видеоисследование. Это, можно сказать, и биографический выпуск, как знают наши зрители. Это и специфическая научная работа по изучению нашего института, того, каким он был раньше. Я рад вас приветствовать. Давайте начнем нашу замечательную беседу. И первым вопросом я бы хотел задать, наверное, такой вопрос. При подготовке к интервью я ознакомился с вашим интервью в журнале «Аташе». Очень интересное такое, достаточно сдержанное, но в то же время познавательное интервью, в котором вы сказали, что вы в 12 лет уже определились с профессией дипломата. Но тогда я задам по-другому наш вопрос, который мы обычно задаем. А почему вы выбрали именно дипломатическую карьеру? Спасибо большое за вопрос. С самого детства я мечтала стать дипломатом. Почему? Потому что, будучи ребенком, мне очень нравилось коммуницировать, выстраивать отношения с ребятами, в том числе даже на площадке детской. Я старалась примирить всех. У меня всегда было много друзей. Потом, когда уже, собственно, в нашей школе появились такие предметы, как история, литература, иностранные языки, география, это стали моими любимыми предметами, и я поняла, что хотела бы связать жизнь с, во-первых, государственной службой, во-вторых, с гуманитарным профилем. Но самое интересное, что в старших классах я поступила в физмат 7-й гимназии. Совсем не гуманитарный. Совсем не гуманитарный профиль, но это был очень сильный класс, с хорошими ребятами, с хорошим классным руководителем. И моим любимым предметом стала физика, как ни странно. Но, тем не менее, я участвовала в олимпиадах, в том числе по истории, по литературе занимала призовые места в городе. И потом, уже когда окончательно после 11-го класса стал вопрос о поступлении, я не стала изменять своему выбору с самого раннего детства, и решила уже пойти на профиль международных отношений. И считаю, что это мое призвание, это моя миссия, с которой я живу. Здорово. Но вообще редко встретишь, мне кажется, человека, который осознанно с детского возраста уже выбрал свой путь, и по нему идет, да, намеренно. А как родители отнеслись к вашему выбору? Все-таки такой достаточно нестандартный выбор профессии для девушки. С одной стороны, я с вами соглашусь, с другой стороны, позвольте, я немного возражу. Дело в том, что сейчас в нашей профессии все больше и больше женщин. Если посмотреть на встречу Сергея Викторовича Лаврова с новобранцами, которые проходят традиционно осенью в особняке Министерства иностранных дел, делается фото. Вот можно посмотреть, что в прошлом году девушек было половина, вы представляете? Сейчас лицо дипломатии нашей отечественной меняется, и все больше женщин становится на руководящих постах в том числе. Поэтому мне кажется, что было бы корректно говорить, что дипломатия не имеет каких-то ограничений в плане гендера и пола. Что касается моих родителей, то они поддержали решение, хотя моя мама инженер, она вообще не гуманитарий. И в нашей семье не было дипломатов, и в принципе не было наших родственников, которые шли бы по такой стезе. Но я рада, что меня поддержали, потому что, конечно же, чтобы поступить в университет и сдать хорошо экзамены, в том числе ЕГЭ сложнейшие, по иностранному языку в том числе, нужно готовиться. И у меня было очень много хороших преподавателей, репетиторов. И, конечно же, я очень благодарю родителей, маму, которая меня воспитала, за то, что она вкладывала в меня очень много времени, энергии, искала мне лучших учителей. И, собственно, сейчас мама меня во всем поддерживает, и моя большая семья. Но пока дипломатом никто не решился стать. Если только мой супруг, который тоже дипломат. Вот у нас такая дипломатическая семья сформировалась. Семья, да, профессия. Стоит сакцентировать внимание, Лилия Игоревна является выпускником нашего университета, более того, нашего института. Тогда он назывался Институт международных отношений и истории и востоковедения. И сейчас так называется. Вернули ему историческое название. Очень важное возвращение к корням, на мой взгляд. Почему ваш выбор пал именно на Казанский университет? Большинство дипломатов, мне кажется, я могу жить в плену стереотипов, но они стремятся в ГМО, в МГУ, в университеты столицы. И мне кажется, что ваш пример, он очень вдохновляет наших студентов и воодушевляет их на подвиги. Спасибо большое. На самом деле, действительно, есть подведомственные вузы, такие, как МГИМО и Дипломатическая академия, которые готовят прям по профилю, да, ребят. Но есть и такие замечательные вузы, как Казанский университет, Казанский федеральный, на секундочку, которые также вносят огромный вклад и готовят лучших специалистов, на мой взгляд, по, в частности, отдельным дисциплинам, востоковедения. Вот мне тоже задают вопрос, почему именно Казанский университет, коллеги, почему ты не поехала в Москву? Есть ряд причин. Во-первых, я считаю, что Казанский университет лучший университет нашей страны. Ничем не хуже. Здесь лучшие преподаватели, которые вкладывают сердце, всю свою душу студентов. Если, я не буду говорить конкретные примеры, но расскажу из своего опыта. Когда я училась, это был 2010 год, я поступила в университет, наша бюджетная группа состояла из 13 человек. И нас еще разделили на два языка. То есть я учила турецкий язык в группе из пяти человек. Вы можете это представить? Это индивидуальное обучение на протяжении пяти лет. И, соответственно, это иностранные языки. Если мы говорим о дисциплинах общего, например, истории международных отношений, геополитика, то наши преподаватели с нас не только спрашивали теорию, но и учили нас мыслить, думать, рассуждать, отстаивать позицию. И главное, что было огромное желание и возможность временная, потому что сейчас в некоторых вузах большие группы, и нужно каждого спросить, и ты ведешь по списку, думаешь, боже мой, на одного студента три минуты. А вспоминая свои годы студенческие, мы по 10-15 минут выходили за кафедру, выступали, отстаивали свое мнение. Это было очень ценно. И, конечно же, здесь невероятная студенческая атмосфера. Это огромный, целый, знаете, такой город студенческий. Здесь невероятный дух, дух невероятного студенчества. Я это очень люблю. Мне посчастливилось поработать и на универсиаде в качестве волонтера, и на чемпионате мира по водным видам спорта. Я уже тогда практиковалась, была переводчиком. Поэтому Казанский университет, это моя альма-матри, я ее очень люблю, всем рекомендую, поддерживаю всех ребят, которые здесь остаются. И, конечно же, когда поступаешь, собственно, на международные отношения, просто нужно понимать, что у нас есть такие университеты, да, Казанского, скажем так, козыри. Это востоковедение, это восточные языки, которые невероятно ценятся. И наши студенты, выпускники, а их довольно много работают в МИДе, в основном по профилю восточных языков. Я очень счастлива, что... Казань всегда была оплотом на Востоке. Да, да. Я счастлива, что мне достался турецкий язык, в котором я просто влюбилась благодаря Казанскому университету. Вы обучались в Казанскому университете, как я уже отметил, когда он носил звание Института международных отношений, да, наш Институт международных отношений «История Востковедения». Сейчас ему вернули название. А как вам кажется, какие качественные изменения за этот период произошли в институте? Вы знаете, я могу сказать, по сравнению с тем периодом, когда училась, потому что мы последний выпуск специалитета. То есть мы учились пять лет, и потом уже за нами ребята перешли на систему бакалавриата и магистратуры. Четырехлетнее обучение. Четырехлетнее обучение и два года, соответственно, сверху. Вот. У нас учеба проходила, как я ранее сказала, практически индивидуально. Но есть такой момент, что мы на самом деле такие путешественники. Мы начинали наш путь здесь, именно в этом здании. Я помню, как в первый курс мы пришли сюда. У нас здесь был турецкий язык. Кафедра турецкого языка находилась здесь, на первом этаже. Такие стояли еще, знаете, скамеечки. И мы на них сидели, думали, что уже на втором, третьем этаже здесь. А вот, оказывается... А здесь универ ТВ. А здесь универ ТВ, да. Вот. Потом нас перебросили, значит, в другое здание. Мы, на самом деле, мне кажется, во всех практически корпусах университета побывали. То есть и в двойке, и в физфак, и даже географак, по-моему, там, где экономисты сидят. И потом, соответственно, когда нам выделили уже здание Института международных отношений на Пушкино, 1 дробь 55, там мы уже, соответственно, в основном базировались. Хотя ходили на разные предметы по другим зданиям. Да, сейчас, как мне известно, все равно в одной точке практически. Ребята учатся, большая часть. По поводу преподавателей. Я не устану признаваться в любви нашим преподавателям. Потому что это те люди, которые сделали нас как профессионалов, как специалистов в области международных отношений, которые... Благодаря которым мы смогли пройти в систему МИД. А это довольно непросто. Нужно задавать сложнейшие экзамены. Параллельно с ГОСами, на секундочку. И у истоков нашего вообще такого образования, нашей школы, стоит Яков Якович Гришин, уважаемый профессор. Известный историк. Известный историк. Мы до сих пор поддерживаем контакты, дружим. Также я хочу упомянуть про Шагалова Вячеслава Александровича, который был моим научным руководителем. Помню, как мы пришли на первую его пару. Значит, это введение в специальность. И первое, что он сделал, он открыл список и начал пофамильно вызывать карте. И начал гонять по карте. Значит, называл страну, нужно было показать страну на карте и сказать столицу. И у нас был такой, знаете, прикол. Сколько продержишься секунд рядом с этой картой политической. Вот. Я помню, где-то, знаете, где-то в африканских странах немножко запуталась, но потом, на самом деле, Африкой я начала заниматься уже вплотную. У вас и кандидатская работа, да? Да, да. И работала в департаменте Африки, когда вышла в Министерство иностранных дел, поэтому все это я доучила, догнала. Вот. Ну вот, такой был подход. Это было в виде игры. Это было интересно. Мы потом сравнивали, кто дольше устоит в этой карте. Я вот не знаю, сейчас такое есть или нет. Введение в специальность. Ну нет, наверное, нет. Есть отдельно, например, у историков такая дисциплина, как лаборатория историков. Это что-то похожее. Но по большей части, я думаю, что такого курса, наверное. Вот у нас у педагогов такого курса не было. Был общий курс основы педагогики. Ну, может быть. Видите, вот качественные изменения. То есть я вот вспоминаю, что было. Также вот наш был куратор, Белоглазов Альберт Владиславович, который с нами занимался, с группой. Он невероятно интересные лекции читал про геополитику. Вот я благодаря ему влюбилась в геополитику. И причем он на семинарах нас заставлял думать. Не просто какие-то факты излагать, зазубривать, а именно размышлять, почему, как. И Монгалеев тоже, профессор Монгалеев, доктор исторических наук, он у нас читал «История международных отношений». Невероятные лекции с таким юмором, с жизненными историями. Это так все запоминалось, так здорово. Конечно же, Пеньковцев Роман Владимирович, который известный американист. До сих пор мы тоже с ним дружим. Он приезжает на наши мероприятия уже молодых дипломатов. И он вел такие дисциплины, как, например, безопасность. И мы обсуждали, например, такие темы, как демографическая безопасность. Я помню, как мы с ним спорили на одну тему, прям вообще, знаете, такие дебаты, искры летели. Он задал такой вопрос, а сколько нужно зарабатывать в семье, чтобы... Ну вот, семья решила родить ребенка. И тогда мы говорили, сто тысяч, двести. Он смеялся, говорит, да нет, это вообще на самом деле не важно. То есть, как бы, это не нужно привязывать. И он нас провоцировал на такие ситуации. Зато это так было, знаете, здорово. Это заставляло нас дополнительную информацию искать, готовиться. Поэтому я очень благодарна Роман Владимировичу. Причем вообще, на самом деле, все преподаватели классные. Калимонов у нас еще преподавал. Ильдар Кимович. Да, Ильдар Кимович тоже невероятный человек. Иностранные языки, да, это и преподаватели с кафедры турецкого языка, причем мы и сами турки у нас преподавали. Носители. Носители. Причем, помню, первое занятие, когда мы пришли, и Мустафа Бэй сразу начал на турецком. У нас ребята остальные сами очень хорошо знают татарский. Я, так сказать, с бабушкой могу пообщаться, но литературный татарский ум, к сожалению, страдает. Я сидела, я вообще не понимала, где я сижу вообще, что происходит. Мустафа Бэй сразу на турецком. Говорит, это моя методика. Максимальное погружение. Максимальное погружение. Вот это тоже определяет. У нас было турецкого пять пар в неделю. Вы можете это представить? Английский язык тоже, Оржанцева, Тябина. Я им очень благодарна, потому что они подготовили меня к вступительным экзаменамам в МИД. А это очень простые экзамены, которые состоят из шести частей, где полностью перевод политический нужен, например, с английского на русский, с русского на английский. Серьезные требования. Я очень рада, что сдала все на отличное, благодаря нашим преподавателям. Да, зафиксируем для наших студентов, что в плане квалификации выпускники Казанского университета ничуть не хуже, чем столичные выпускники. Это точно. А в плане студенческого научного общества, вот как же студенческая наука развивалась? Что вы можете об этом рассказывать? Вы знаете, с первого курса мы с ребятами начали думать над тем, чтобы сформировать группу или какое-то студенческое объединение, которое занималось бы организацией конференций, форумов, чтобы, знаете, как-то разнообразить, в том числе, нашу такую учебную деятельность, учебу. И, кстати, Шагалов Вячеслав Александрович предложил создать кружок. Назвал он его «Молодой интернационалист». Он до сих пор действует. Да вы что? Я очень рада. И вот куратором он назначил меня, поскольку я была старостой, активистка, мне это все так и нравилось. И я в целом очень люблю организовывать процессы. И помню, у нас было сначала 5 человек, потом 6, потом 10. А потом мы так расширились, что нам предложили переименоваться, ну не переименоваться, а как бы больше организацию такую, да, охватить и научно-студенческое общество создать. И вот это научно-студенческое общество занималось в том числе организацией Дня ООН, который, как мне известно, до сих пор проводится в стенах нашего института. Я вспоминаю первый год, когда мы с ребятами после окончания учебного дня, это было часов в 7 вечера, мне кажется, ждали, пока нам привезут шарики, декор, и мы все это в ручном режиме, знаете, оформляли, вешали на лестнице, делали стен газеты, плакаты. И потом на пятом этаже в нашем институте делали такую конференцию, у нас ребята готовили доклады, мы обсуждали тематику ООНовскую. И я очень рада, что эти традиции сохранились, и до сих пор ребята День ООН отмечают и все больше и больше узнают об этой организации. И также научно-студенческое общество потом объединило, мне кажется, порядка 50-60 человек. И на пятом курсе уже, когда встал вопрос о том, что мне нужно было уже к экзаменам готовиться и писать диплом, мы уже провели отчетную выборную конференцию, и я передала свои полномочия следующему председателю. Я очень рада, что ребята сохраняют наши традиции, все это живет, и даже еще круче развивается, чем раньше было. Я прям очень рада и успехом. Спасибо вам большое за студенческое научное общество, которое нас до сих пор всех объединяет. Но вы до сих пор ведете активную работу с университетом. Расскажите поподробнее, чем вы занимаетесь в рамках Совета молодых дипломатов, какую деятельность проводите? Да, спасибо большое. В рамках Совета молодых дипломатов мне поручили заниматься наставничеством. Это взаимодействие с студентами, со школьниками, с молодежью. Мы создали в 2021 году клуб наставников в рамках Совета молодых дипломатов. Сейчас клуб объединяет порядка 50 дипломатов, причем не только из Москвы, но и из наших регионов, из-за рубежа, которые занимаются в организации лекций, они выступают перед молодежью, рассказывают о нашей профессии, о тонкостях, о плюсах, о минусах, отвечают на самые каверзные вопросы молодежи. И у нас есть целый ряд направлений. Первое направление — это взаимодействие с московскими вузами. Это МГИМО, МГУ, значит, лингвистический университет. Также у нас есть отдельно регионы, направление региональное. Мы активно сотрудничаем с Санкт-Петербургом, с Екатеринбургом, с Петрозаводском, с Калининградом, и география расширяется. Сейчас тоже прорабатываются направления. В формате онлайн мы подключаемся и, соответственно, читаем лекции ребятам. Но я даже не хочу назвать это лекции, это просто дружеские встречи. И с Казанским университетом мы тоже планируем такое запустить. В частности, в этом году исполняется 30 лет с момента создания отделения международных отношений в стенах университета. И, конечно же, мы не могли остаться в стороне и выступили с инициативой выпускниками нашего университета, кто работает в МИДе, чтобы провести ряд торжественных мероприятий, в том числе научного характера. И мы надеемся, что наша инициатива будет поддержана руководством университета. И мы сможем после уже, соответственно, ноября, ближе к дате, к концу года, организовать встречи, пообщаться с ребятами. Потому что мы приезжаем в Казань, когда у нас форумы молодых дипломатов, мы очень встречаемся. Но это бывает раз или два раза в год. А мы хотели бы наладить такую работу, серьезную, планомерную. Потому что с дипломатической академии, к примеру, у нас есть проект «Наставник». То есть за нами закрепляются студенты, и мы ведем целые группы. И в этом проекте задействовано порядка ста студентов. И это огромный, на самом деле, масштаб. Каждый второй магистрант дипломатической академии участвует в этом проекте. Это лично под контролем ректора дипломатической академии и поддержанным министром Сергеем Викторовичем Лавровым. Если говорить о цифрах, то вот с 2021 года, с конца 2021 года по настоящее время мы провели более 300 встреч со студентами. Мне задают вопрос, а вы вообще работаете или только со студентами встречаете? Как вообще все это планируете? Приоткрой секрет, мы встречаемся со студентами в наш обеденный перерыв. То есть это все без отрыва от производства, или же это выходной день, например. У меня вот есть группа, мастер-группа так называемая, девочки в основном, 10 человек. Мы с ними по субботам встречаемся, раз в две недели, ходим вместе на концерты, на выставки, потому что дипломатам очень важно также быть эрудированным и всесторонне развито. Знать современных композиторов, современных художников. Уметь поддерживать беседу. Уметь поддерживать беседу. Это очень важно. И я своим девочкам прививаю со студенческой скамьи вот эти интересы и качества. То есть во многом Клуб наставников и Совет молодых дипломатов в целом это такая профориентационная работа для начинающих дипломатов. Да. Социализация в профсреде. Именно так. И патриотическое воспитание, и профориентация. И мы также поддерживаем выпускников, которые приходят к нам в Министерство иностранных дел, потому что ребята такие, знаете, приход деленные. Как нам пройти в первый корпус, как нам пройти в Кошкин дом, например. А мы сразу тоже с ними работаем. И, соответственно, кто-то закрепляется, кто-то сразу в Совет молодых дипломатов вступает. Потому что сейчас у нас Совет очень большой. Он объединяет молодых дипломатов по всему миру наших российских. И он один из самых старейших с 2001 года. Он работает, функционирует. Председатель Константин Олегович Колпаков наш выпускник, кстати, Казанского университета. Это потрясающий человек, профессионал, мой наставник, мой старший друг, который поддерживает во всем. И я до сих пор поражаюсь, как он все успевает. Потому что он и начальник отдела, и председатель Совета молодых дипломатов. И при этом ведет очень активную общественную работу. Он создал форумы молодых дипломатов, которые сейчас объединяются уже в глобальном срезе, в глобальном масштабе. Вот, к примеру, в этом году у нас Российская Федерация председательствует в Бриксе. И Россия принимает много мероприятий различного направления со странами Брикс. И Константин Олегович также поддержал, выступил с инициативой провести форум молодых дипломатов стран Брикс в России. И есть региональные площадки, где мы сотрудничаем с нашими коллегами из Брикс. Есть глобальные. К примеру, был фестиваль молодежи в Сочи в марте этого года. Вы знаете, мы проводили глобальный форум молодых дипломатов. И на эти площадки собирается очень много наших коллег из-за всего мира. От 100 до 150 человек мы прям набираем. И несмотря на какие-то геополитические моменты, все равно наши коллеги из дружественных стран практически в первые дни выбирают все квоты. Мы были так удивлены. Обычно бывает, ставишь дедлайн, ждешь, думаешь, ну вот осталось там пару мест, как-то надо организационно решить. А тут просто такой интерес к нам большой. И мы очень рады, признательны и так налаживаем молодежные взаимодействия. Но говоря о БРИКС, как вам кажется, какое место вообще эта ассоциация, эта организация занимается в современной структуре геополитических отношений? Ну я могу сказать, что с точки зрения молодежной части, потому что я по молодежке, для нас это является одним из важнейших направлений, потому что на наших глазах формируется новая реальность. Мы живем в удивительное время, в слом эпох, когда геополитические плиты пошли, сдвинулись. И знаете, как и говорили китайцы, бойтесь эпохи перемен. Но мне кажется, что наша задача не бояться, а встать как серфер. Следовать навстречу волне. Следовать навстречу, покорить волну эту. И просто стать флагманом, одним из полюсов развития в целом структуре многополярного мира. Но вот в этой связи тоже хочу сказать, что вот эти моменты, безусловно, слом разных систем, да, и переход в новую реальность, он не может сопровождаться таким тотальным затишьем. Вот что мы видим сейчас, это разморозка старых и возникновение новых очагов напряженности. Вот как вы думаете, сколько в прошлом году было конфликтов по всему миру? Мне кажется, чем сейчас. Но они были громче, наверное, звучали громче и были ярче. Да, и вы знаете, когда я писала книгу в свою монографию, я задалась этим вопросом, потому что я занимаюсь миротворчеством, это напрямую связано с урегулированием конфликтов. И вот по оценкам ученых, политологов, в прошлом году произошло 183 региональных конфликта. Это максимум за последние три десятилетия. Выросли количество преступности, жертв насилия, на самом деле очень, знаете, такая статистика пугающая. Но это неизбежный процесс, потому что, когда происходит трансформация, она поднимает и как будто бы такие вот вопросы, которые нужно разрешить. Старые рамки сламываются, новые еще не образовались. Разумеется. И вот одна из наших задач как молодых дипломатов, в том числе и на площадках, форумы молодых дипломатов, это обсудить эти ситуации с коллегами иностранными, выработать какие-то взаимоприемлемые развязки, высказать наше молодежное какое-то видение. Я хочу сказать, что мы по итогам пишем обычно коммунике, документ, который содержит определенные пункты. И нас поддерживает и руководство Министерства иностранных дел. И, конечно же, мы понимаем, что через 10-20 может быть 30 лет, ребята, с которыми мы сидим, вот как с вами сейчас, да, задним столом, кто-то из них станет министром иностранных дел, а может быть кто-то и возглавит страну, кто знает. и важно сейчас именно закладывать эти дружеские связи и кирпичики, которые потом позволят нам беспрепятственно легко найти общий язык и разрешать те или иные ситуации. Это очень важно и мы ставим ставку на это, потому что у нас в Министерстве это очень консервативное ведомство и надо понимать, что мы, как молодые дипломаты, мы занимаемся молодежной составляющей. Конечно, мы, как профессионалы, работаем на том или ином направлении, но комментировать какие-то нюансы политические мы не можем, поскольку у нас есть официальный представитель МИД Марии Владимировны Захарова, который излагает нашу позицию каждую неделю на брифинге. Я, кстати, очень рекомендую ребятам с отделения международных отношений, кто хочет стать дипломатами, внимательно отсматривать, выписывать прям себе фразы, потому что вот у меня есть, например, словарь дипломатический. Когда я слышу интересные выражения, какой-то, знаете, идиому, я все сразу фиксирую, и потом, когда пишу ту или иную бумагу, я открываю свой словарь, ага, вот это будет интересно, знаете, как иностранные языки учить. Вот то же самое. Поэтому я очень рекомендую ребятам смотреть брифинги Марии Владимировны Захаровой, смотреть интервью министра иностранных дел нашего Сергея Виктора Человрова, который, на самом деле, профессионал самого высокого класса, я, правда, восхищаюсь, и, на самом деле, он, несмотря на его график, всегда старается уделить время и молодым дипломатам, за что мы тоже очень признательны, нам есть на кого равняться, кому подражать и у кого учиться. Перейдем, наверное, к научной части, да, вашей трудовой биографии. В 2019 году вы защитили кандидатскую работу на тему эволюции миротворческой деятельности Организации Объединенных Наций в конце 20-го, начале 21-го века на примере Африканского континента. И совсем недавно у вас вышла монография, давайте мы ее покажем нашим дорогим зрителям, монография миротворчества, Организация Объединенных Наций от истоков к современности. В связи с этим у меня есть к вам ряд вопросов, да, и первый из них, как вы совмещаете государственную службу и научную деятельность? Благодарю. На самом деле, научные деятельности государственная служба очень органично дополняет друг друга, потому что вопросы, которые мы исследуем с моим соавтором Виктором Сергеевичем Ешениным, это урегулирование конфликтов, это деятельность ООН, это деятельность региональных организаций по стабилизации ситуации, да, в различных очагах напряженности, они коррелируют практически с нашей работой по направлению. К примеру, Виктор Сергеевич Ешенин занимается африканским направлением, да, в департаменте Африки, он помощник посла по особым поручениям Озерова Олега Борисовича, и, конечно же, тематика Африки тоже ему близка, но он также увлекается Ближним Востоком, пишет кандидатскую, дайте мне вспомнить название, связанная с Лигой Наций, сравнительный анализ ООН и Лиги Наций по регулированию конфликтов, поэтому он действительно очень много в монографии, в данной, я ему очень признательно, благодарно поделился своими наработками, вот, в данный момент лично я работаю на направлении СНГ, это Кавказ, но до этого я работала в Молдавии, соответственно, и мне посчастливилось заниматься Приднестровским регулированием, и, кстати, я стала первой женщиной в составе Объединенной контрольной комиссии, это руководящий орган миротворческой операции на Днестре, и каждый четверг мы с моими коллегами ездили в Бендеры и проходило заседание, и это непосредственно вот миротворчество, да, это не ООН, но это одна из самых успешных миротворческих операций на постсоветском пространстве, удалось предотвратить конфликт, разумеется, а почему? Потому что отстроены механизмы, стороны слушают друг друга, обсуждают все вопросы, которые возникают, я просто была свидетелем этих процессов, и на самом деле это очень ценно, когда ты из практики видишь, как это все происходит, да, и так или иначе постараешься интегрировать вот эти те или иные моменты, да, уже в другие процессы, и ООНовское миротворчество, оно, конечно, отдельным особняком стоит, его нельзя как-то даже в принципе некорректно сравнивать в трехстронные форматы, да, или там другие форматы и ООНовское миротворчество, потому что совершенно другая правовая база, совершенно другие механизмы, но в целом корень, который является, который хочется разрешить, это быстрая стабилизация то или иной ситуация, да, и это контроль над зоной безопасности, к примеру, или границей, разграничительной линии, чтобы не возникло больше конфликтов, и в целом вопрос, который лично меня с детства даже волнует, вот мне задавали вопрос, почему дипломатия, да, когда я изучала историю в пятом классе, я была, помню, вот ребенком воспоминания остались, а почему у нас столько воин было, вот человечество на протяжении столетий воюет, сколько конфликтов, почему люди не могут жить мирно, вот я помню, ребенком задавала себе вопрос, и потом, когда уже стала постарше, уже начала изучать причины следственной связи, уже историческую конъюнктуру начала понимать, я сейчас задаюсь вопросом, как эффективно эти конфликты урегулировать, уже на дипломатическом уровне, не допускать этой эскалации, потому что мы видим, сколько жертв даже на Ближнем Востоке, что сейчас происходит, просто это больно на это смотреть, вот, и в целом назрела сейчас, конечно, реформа, и, наверное, реформа миротворчества, нужно просто действительно, чтобы мировое сообщество пересмотрело какие-то определенные, да, подходы, потому что, я уже вернусь, 183 региональных конфликта, это очень печально. Печальная статистика. Как долго у вас протекала работа на монографии? Вы говорили, что сбор данных шел достаточно долго, а вот само процесс написания? Да, вы знаете, по сути, вот если так в целом говорить про процесс, про рождение этой книги, все началось в Казанском университете в 2010 году, когда мой научный руководитель, Вячеслав Александрович Шагалов, предложил мне тему миротворчества, он в Африке. В целом-то я вот думала миротворчество, да, но почему Африка? Сопротивлялась сначала, честно скажу, почему. Вот там ребята пишут по Америке, по Европе, а почему Африка-то? Ну, то есть, он говорит, это совершенно неизведанный континент, изучи, почитай, посмотри. И с первого курса я начала уже заниматься исследованием. То есть, ваша монография это продолжение курсовых дипломов и кандидат. Да, очень рекомендую, ребята. Вот курсовые, обязательно сохраните эти файлы, потом уже что-то вы можете использовать так у меня случилось. То есть, по идее, с 2010 года, потом до 2019, 9 лет занял путь сбора информации, чтобы вышла кандидатская, да, по эволюции миротворческой деятельности он в Африке. Я в институте Африки защищалась. Вот. Очень благодарна директору, всем преподавателям, членам диссертационного совета за поддержку, потому что, конечно, когда ты выходишь и защищать диссертацию, я вот помню трибуна, и 25 или 30 докторов на Оксиде, это, конечно, так волнительно, но, слава богу, все сложилось. И потом, после того, как я защитила диссертацию, я допустила фатальную ошибку. Знаете, какую? Я сразу не изоздала книгу, потому что я работала тогда в Молдавии, и была довольно серьезная нагрузка, очень много работ на самом деле, вот, и плюс ковидные времена попали, и я это все откладывала, откладывала, и потом уже поняла, что, наверное, я чего-то ждала, я ждала своего соавтора, который дополнит и сделает это исследование комплексным, и мы расширили географию миротворчества, и тут не только Прафрику, тут и Ближний Восток, тут и Косово, тут и Кипр, тут и Индия, и Пакистан, да? Самые разные примеры. Самые разные примеры, я очень благодарна за это, а вот именно само написание обновления, в принципе, вот он дал мне материал, потом мы это все где-то на протяжении трех-четырех месяцев мы это складывали, но самый длительный процесс именно в контексте книги это вычетка. Вот многие думают, я вот написал книгу, отдал рукопись, на этом все. На этом только... Все начинается. Это только начинается, да, только начинается, потому что это огромная работа корректоров, когда идет вычетка, когда идут сноски, правильно сноски расставить по ГОСТам, это тоже очень сложно. Потом идут процессы организационные, вот мы публиковались в Дипломатической Академии и проходили редакционный совет в Дипломатической Академии. Тоже занимает определенное время, потому что эту книгу должны прочитать профессора, доктора наук, чтобы одобрить, чтобы дать зеленый свет этой книге. Мы тоже, соответственно, прошли все этапы. Я очень благодарна Дипломатической Академии за то, что поддержали, и это очень ценно, правда, потому что когда ты публикуешь... Одно дело, когда ты в рамках института ведешь исследовательскую работу, а другое дело, когда ребята пытаются публиковать ноу-нейм, как говорится. Это тоже определенный путь, но это сложнее. Это сложнее намного. Поэтому мы в январе, в середине января закончили работу именно по написанию этой книги, потом бы заняло полгода на то, чтобы организационные вопросы решить. Вычеркнуть напечатать. Да. Мы понимаем, что у дипломатов очень мало свободного времени, но тем не менее, что вы читаете прямо сейчас? Есть ли у вас какое-то предпочтение между художественной и научной литературой? Что вы предпочитаете читать? Знаете, я сторонник того, чтобы читать несколько книг сразу. Это очень развивает, тренирует память, и у меня есть три направления, которые я держу в фокусе. Я читаю в настоящее время профессиональную литературу, такую, как «Международная жизнь», «Россия в глобальной политике», потому что там публикуются невероятно интересные статьи по самым актуальным вопросам повестки дня нашей сегодняшней, научными сотрудниками, коллегами. Это очень ценно, и на самом деле эти журналы, они даже в МИДе на первом этаже лежат, их можно взять бесплатно и читать в метро, в общественном транспорте, к примеру, если вы говорите, времени не хватает. Скоротать время таким образом. Ну, не то, что скоротать, но, по крайней мере, держать руку на пульсе, потому что на работе у меня лично нет времени читать, правда, признаюсь. Это только или дом, или общественный транспорт, соответственно. Далее, второй блок, это художественная литература. Художественная. Вот последнюю книгу, которую я прочитала, это была Агата Кристи, «Десять негритят». Мне просто хочется иногда, знаете, так абстрагироваться, расслабиться, отдохнуть. Такие замечательные романы, особенно на иностранном языке, в оригинале, когда ты читаешь, они настолько погружают, и ты как будто бы в другой мир попадаешь, и как-то так становится прям интересно, легко. Вот поэтому я тоже рекомендую ребятам, кстати, читать лучше на иностранном языке, в оригинале, потому что есть разные переводы, ну, плюс еще язык, конечно, да. Я вот с карандашом сижу, думаю, так, новое слово выписываю. Это тоже очень ценно. И третий блок, который я читаю, это психология, потому что для дипломата очень важно быть не только переговорщиком таким, да, на теории, но и на практике, владеть разными методиками, чувствовать людей, понимать вербалика, невербалика, надо уметь читать людей, чтобы понимать, готовы они пойти на твои условия или нет. То есть в настоящее время, например, читаю «Кармолоджик» Алексея Ситникова. Вот такой том черный, такая огромная книга такая. Я ее начала читать в начале лета, но потихоньку, знаете, кажется, шаг за шагом, вот, потому что нужно это обдумывать. Я также с блокнотом читаю, выписываю себе интересные моменты. Поэтому для студентов-международников я очень рекомендую также обратить внимание на психологию. Последняя часть нашего интервью это «Блиц». Вопросы составлены, я бы сказал, не очень корректно, но это специально, чтобы выявить вашу позицию, узнать ее по каким-то интересующим нас вопросам. Итак, первый вопрос. Оказавшийся у истока в создании Организации Объединенных Наций, что бы вы заложили фундамент этой организации? Интересный вопрос. Вы знаете, я бы, наверное, ответила на него так. Было бы здорово, если бы в ООН был сохранен и реализовывался на практике принцип равнопредставленности государств в органах ООН, то есть в секретариате. Потому что сейчас, что мы видим, это неоднократно говорил Сергей Викторович Лавров и наши другие высокопоставленные дипломаты, что в ООН очень много представителей западных стран. Наших соотечественников можно по пальцам перечесть. Было бы здорово, если была бы возможность как-то скорректировать этот механизм и дать возможность всем странам, представителям стран, не то чтобы быть услышанным, а именно попробовать себя в качестве международного чиновника. Потому что речь идет о том, что в ООН самой, да, равнопредставленность, Генеральная Ассамблея, есть Совет Безопасности, пять постоянных членов Совета Безопасности, много говорят о реформе. Но, тем не менее, все это сохраняется, соблюдается. Устав ООН никто не отменял. Россия выступает за соблюдение устава ООН, от А до Я, как говорится. А речь идет именно о том, чтобы наши соотечественники могли, имели возможность, смогли поработать в структуре ООН. Потому что это совершенно другой опыт. И да, там есть экзамены, которые нужно задавать, в частности, английский язык. И, может быть, я вот, честно говоря, просто не сдавала этот экзамен, но мне говорят, что он непростой, к нему надо готовиться. Может быть, это является определенным фактором, потому что те же самые граждане Соединенных Штатов Америки, Великобритании, это носители, это родной язык. Конечно же, сравнивать носителя и даже человека, который на протяжении десятилетий учит язык, ну, все равно будет разница, если ты не живешь только в среде. А дипломаты живут в среде только 3-4 года, ну, максимум 5 лет, потом возвращаются в столицу. Вот. Ну, было бы здорово, если бы как-то вот разработан был бы какой-то механизм вот по такой равнопредставленности сотрудников органов ООН. Следующий вопрос. Посольство или консульство? Вы знаете, это совершенно разный тип работы, вот, но я бы вообще на этот вопрос ответила поспредство. Потому что я пока не работала в поспредстве, но это моя мечта, потому что поспредство курирует вопросы именно такой многосторонней дипломатии, то есть посольство — это двусторонние отношения, а поспредство — это многосторонка, там, где вот именно нужно использовать качество, коммуникабельность, общительность, гибкость, знание иностранных языков. Вы знаете, это как будто бы вот ООН, это, ну, вообще поспредство при ООН, да, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, это, мне кажется, просто центр мировой дипломатии. И это вершина, как мне говорили мои коллеги, что у дипломатов есть, у многих дипломатов есть мечта вот добраться до этой вершины, потому что это невероятно интересная работа. Хорошо, надеемся, у вас все получится, желаем вам удачи в этом. Следующий вопрос — Организация Объединенных Наций или Лига Наций? Я верю в ООН, я верю в будущее ООН, правда. И мы даже в конце книги задались таким вопросом, вот что ожидает ООН, какая судьба, да, ООН. Но мы с моим савтором оптимисты, мы верим в то, что найдутся взаимоприемлемые развязки, и в том числе в контексте реформы ООН, вот, и все-таки самая главная задача, которая заложена в уставе ООН, если вы откроете на первой страничке, она звучит примерно так. Избавить грядущие поколения от ужасов войны, дважды произошедших в истории человечества. Примерно так. Вот я очень надеюсь, что он справится, и мировое сообщество не допустит разрастания и разжигания новой мировой войны. Ну, следующий вопрос не очень актуальный, я уже знаю на него ответ, но все-таки мягкая или жесткая сила? Мягкая. Я так и думал. Мягкая сила, причем, вы знаете, мне почтливилось еще учиться в Сениже, программы «Женщина-лидер», и у нас есть клуб «Мягкая сила», который объединяет женщин не только в России, но и за рубежом. Это женщины-лидеры, политики, руководители, и наша ключевая задача, в том числе, как женщин, вот, очень мягко, гибко, дружелюбно, в формате эко-лидерства, доносить наши смыслы и делать нашу жизнь лучше. Спасибо большое за это интервью. Я напоминаю, что у нас в гостях была Лилия Игоревна Рамадан, второй секретарь Министерства иностранных дел Российской Федерации, заместитель председателя Совета молодых дипломатов, руководитель клуба наставничества Совета молодых дипломатов, кандидат политических наук и автор прекрасной монографии, которая, мы надеемся, скоро появится в наших библиотеках. Спасибо большое, Лилия Игоревна. Спасибо большое за приглашение, очень приятно. Субтитры создавал DimaTorzok